МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, в эти минуты в Барнауле рабочие продолжают устранять последствия серьезной коммунальной аварии, которая случилась сегодня рано утром. По-прежнему без тепла и воды остается 21 дом и один из корпусов педагогического университета. Вернуть отопление жителям энергетики обещают примерно через час. На месте работает бригада из 15 человек. Сюда же пригнали 8 спецмашин. Причина аварии уже установлена. Она, в общем-то, банальна. Изношенность труб. Это и понятно, эксплуатировались трубы уже более 30 лет. Напомним, порыв произошел на улице Димитрово. От мощного фонтана в стороны разбросало бетонный забор. Соседние стройки залило частные здания. После устранения ЧП непосредственно на месте в систему подадут горячую воду. И только после этого в домах горожан вновь появится тепло и вода. По данной погоде, в принципе, наши дома должны спокойно выдерживать 20 часов без отопления. Но я постараюсь побыстрее локализовать эту ситуацию, запустить отопление. Здесь, к сожалению, это и есть контур ТЭС-3. Это так называемая перемычка у нас была в работе. Они запитаны все с этой перемычки. Другой резервной схемы просто нет. В последние дни на телефон единой диспетчерской службы Барнаула поступают около 600 звонков в сутки. Первые морозы и снегопад стали причиной крупных коммунальных аварий. Сегодня мэр краевой столицы Сергей Дугин проверил готовность работы экстренной службы города. Подробности знает Ирина Корчагина. 161. Димитрово 161. Более 300 звонков за сутки. Именно столько обращений поступает в обычный день на телефон единой диспетчерской службы. Во время снегопада и морозов ЕДДС поступает до 1000 звонков в день. Как это было на выходных, когда произошли две крупные коммунальные аварии. Из-за порыва на теплосетях на улице Горноалтайска без тепла остались 52 дома. А из-за повреждения клапана на теплотрассе на улице Глушково лишились отоплений еще 49 домов. Жилые дома, детские сады, школы и медучреждения оперативно вернулись тепло и горячая вода. После получения сообщения от либо гражданина, либо дежурно-диспетчерской службы, эта информация поступает в администрацию города, в администрацию районов, в дежурно-диспетчерские службы, допустим, тепловой сети, либо Барнаульского водоканала. Когда диспетчеры довели информацию до водоканала, газовиков, энергетиков и других служб оперативно высылают аварийные бригады. Также в ЕДДС отчитываются о завершенных ремонтных работах. Вы знаете, что они занимают у нас всегда первое место, наша городская дежурно-диспетчерская служба. Поэтому она работает оперативно, слаженно и оказывает большую помощь нашим горожанам. С началом снегопадов экстренная служба ведет наблюдение за работой снегоуборочной техники на улицах города. Дорожная техника контролируется с помощью системы ГЛОНАСС. Только сегодня утром здесь на контроле около 20 аварий. Диспетчеры напоминают, что в экстренной ситуации при порывах, пожарах, авариях необходимо звонить по номеру 112. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. Наши новости. Каждый десятый мужчина в России имеет эту пагубную привычку, и что ужасно, каждая пятая женщина. Врачи заверяют, именно курение является основной причиной множества болезней. Сегодня, в преддверии Международного дня отказа от курения, медики вновь решили рассказать и показать, как никотин влияет на организм человека. Профилактическое мероприятие прошло в Алтайском архитектурно-строительном колледже. Посмотрела Елена Кузовкина. Говорят, он убивает даже лошадь, никотин. Парадокс в том, что при курении от никотина скоропостижно не умирают. Доза слишком мала для этого. Многочисленные смертельные болезни вызывают другие, более вредные вещества. Их в дыме около 4 тысяч. В 80% случаев употребление табака приводит к развитию хоба. Это хроническая обструктивная болезнь легких, которая, увы, неизлечима. Эти пациенты нуждаются в серьезной медикаментозной терапии, страдают качество жизни, приводят к инвалидизации. Некоторые эксперты в области зависимости называют табак сильным наркотиком и ставят его в один ряд с героином и кокаином. Врачи говорят, желание бросить курить подсаживает людей на электронные сигареты. А мысль о том, что они безвредны, лишь миф. Легкие курильщика у нас воздух спускают. Они раскрываются не в полном объеме, не держат форму. Соответственно, организм человека недополучает кислорода, недополучает каких-то элементов. И наступает кислородное голодание. Студентам архитектурно-строительного колледжа врачи наглядно демонстрируют, как работают нездоровые легкие. И добавляют, если вместо свежего воздуха вы выбираете никотин, то и вас постигнет участь несчастного Василия. Я вижу этому мужчине очень плохо. Что с ним? Сердце не пьется, больному плохо. Начали реанимацию сердечно-легочную. 100 толчковых движений в минуту. Подержите, пожалуйста, микрофон. Вдох я не буду делать. А вот толчковые движения вот здесь, на грудном клетке. С прямыми руками. Да. 100 в минуту. Считается, что дурной пример заразительный. Участники сегодняшней акции решили доказать обратное. И заразили молодежь привычкой вести здоровый образ жизни под динамичную музыку. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Чережский район атакуют медведи и лисы. Диких зверей стали замечать уже в километре от жилых домов и школы. Пока из людей никто не пострадал, зато животные стремительно поедают домашний скот. Коров, лошадей, овец, свиней, кур, медведи разоряют пасеки. Это уже не первый набег диких зверей на район. Всю осень в села заглядывают голодные животные. Лесничие местные жители говорят, что проблема возникла после того, как местный охотугодья взял в аренду московский предприниматель. Он резко повысил стоимость лицензии на охоту, отстреливать животных некому. В итоге зверей в лесу стало больше, а вот кормовой базы не хватает. Из-за того, что медведи не нагуляли жир, отмечают специалисты, они до сих пор не ушли в спячку. Свыше 100 фактов нарушений прав заключенных выявлено Генпрокуратурой России в ходе масштабных проверок по стране. Поводом послужили сразу несколько резонансных случаев в Ярославской, Омской и Амурской областях. О мерах борьбы и профилактики подобных случаев в нашем регионе говорили сегодня на форуме прокуратуры Алтайского края. Эти кадры были сняты сотрудниками Ярославской колонии. На видео можно заметить, как лица в форуме пытали заключенного. Следствие установило, что в роли мучителей были должностные лица этой же колонии. Тогда этот случай вызвал волну возмущений по всей стране. Не меньшее обсуждение было и после фотографий размашистых за столицы Повяза, отбывающего 20-летний срок, в колонии строгого режима. На территории Алтайского края подобных случаев пока не зафиксировано. Однако данные события послужили поводом для проведения не только проверок, но и уже третьего по счету форума прокуратуры. Современное состояние законов учреждения УФСИН, края, значительно улучшилось за последние несколько лет. Однако по-прежнему остается много нерешенных проблем. Только за текущий год выявили свыше 400 нарушений закона в работе исправительных учреждений. В основном это не соблюдение требований, бытового и санитарного обеспечения. Причем среди нарушителей бывают и сами сотрудники колоний. Но руководством УФСИН уже давно взят курс на усиление контроля внутри системы. Уже 4 года назад все места, где принимаются посылки и передачи, все оборудованы видеонаблюдением. Что касается ротации кадров, которые сегодня находятся на приеме посылок и передач, чтобы не было коррупционной составляющей, периодически меняемых местами. Форум прошел в интерактивном формате. Одновременно 16 исправительных учреждений края приняли участие в обсуждении наиболее острых проблем и задач. Эксперты уверены, для того, чтобы не допустить ситуации по подобию других регионов, необходимо комплексно подходить к вопросам работы как должностных лиц, так и содержания осужденных. В числе мер, которые планируют принять в ближайшее время, оптимизация системы и улучшение материальной базы конкретных колоний, а также создание условий для социальной адаптации бывших заключенных. Анастасия Бертенева, Николай Шелко. Наши новости. Электропоезд «Добра» сегодня вышел в рейс с Барнаульского вокзала. Акцию впервые проводят волонтеры РЖД в честь Всемирного дня доброты, который отмечают сегодня, 13 ноября. Что для вас означает слово «добро»? Ну, не знаю, наверное, любовь, близких не обижать, чтобы все были счастливы и довольны. Так волонтеры-железнодорожники узнают и пассажиров, тематической электрички, верят ли они в «Добро». Но вот кроме того, в самом здании Барнаульского вокзала открылась небольшая выставка рисунков воспитанников железнодорожных детских садов. Так дети и попытались рассказать, что такое доброта в их понимании. Но вместе с тем волонтеры провели небольшой мастер-класс по созданию игрушек, символов добра для всех ожидающих свой рейс. Всем участникам раздались сувенирные магниты. В этом жестоком мире все равно как-то очень много ожесточенных людей, обиженных чем-то. Ну, вот мы маленько внесем радость своими позитивами, подарками, веселым настроением. Хороший водитель и замечательный певец – так говорят про барнаульского таксиста, который исполняет оперу своим клиентам. Наша съемочная группа встретилась с мужчиной, который уже успел стать звездой соцсетей и узнала, каким образом штат таксистов пополнился обладателем академического баса. Луна над городом зашла опять, уже троллейбусы уходят спать, и словно ветры счастья в мое окно стучатся вновь воспоминания. Многие из тех, кто пользуется услугами такси, знают этого человека. Визитная карточка Юрия Пестерева – не только хорошее вождение, но и оперное пение. Во время поездки таксист предлагает своим пассажирам послушать в его исполнении романсы или старинные песни. Я пропеваю, люди сидят сначала молча, потом получаются аплодисменты такие, и сразу удивленные, а почему вы тут находитесь? Почему вы работаете в такси? Вам же надо на сцене петь. На сцене Юрий Пестерев выступал неоднократно. В 80-х годах он работал в оперном театре Челябинска, где оказался после обучения в Новосибирской консерватории. Туда его зачислили с первого прослушивания, несмотря на то, что начинающий певец тогда не знал даже нот. Богатый от природы голос высоко оценила вступительная комиссия. Но отношения с театром не сложились. Певец вернулся на родину, в Шипуновский район Алтайского края. Во время переезда растерялись фотографии сценического прошлого. Я сожалею, потому что я был, наверное, молод, резок в своем понимании и действии. Сожалею о том, что мать родила с голосом, а я его не отдал людям. Но тягу к выступлениям спустя десятилетия мужчина не поборол. Уже три года подряд его слушатели – обычные пассажиры такси. Впрочем, вскоре Юрий планирует вернуться на сцену. Он убежден, его жизнь только начинается. Юлия Гадар, Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости. Так вот, если барнаульский таксист пока только планирует вернуться на большую сцену, то пожилая женщина, которая сегодня стала звездой интернета, массовой публики уж точно не боится. Поет себе, сидя в трамвае, развлекает пассажиров веселыми и даже немного откровенными частушками. Помоги, родная мать, как прореагировать. То ли в аренду мужа взять, то ли приватизировать. Знаете, я выхожу уже. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – туристическая компания «Авиафлот». Забронируй новогоднюю сказку с компанией «Авиафлот». Туры в любую точку мира. Забронируй новогоднюю сказку в «Авиафлот». Специальные предложения по турам в любую точку мира. 226666. Сайт авиафлот.ру. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Минус 10 днем прогнозируют в Бийске, Белокурихе и Кулунде. На 2 градуса холоднее в Заринске, Змеиногорске и Рубцовске. В Барнауле ночью около 13 градусов мороза, днем до минус 11 без осадков. Традиционно напоминаю телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи в эфире.